Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. Я, Валерий Седов. Наращивая экспорт. На форуме «Дни международного бизнеса» Павел Малков говорил о многозадачности. Место победителю. В региональном полицовете партии «Единая Россия» определились с кандидатурой сенатора. Здесь закрепили, здесь подтянули. Будущих мам учили правильно возить своих малышей. Сегодня наше взаимодействие особенно важно. Международная обстановка, санкции. Все это очень сильно влияет на внешние торговые операции. Нарушаются логистические цепочки, нарушаются производственные цепочки. Но экономика страны преодолевает все эти сложности абсолютно достойно. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков заявил на шестом деловом форуме «Дни международного бизнеса». Регион наращивает экспорт и в промышленности, и в сельском хозяйстве. При этом больше 90% не сырьевые и не энергетические товары. Такой статистикой поделился губернатор Рязанской области Павел Малков. Он добавил, что вся продукция идет в более чем 100 стран мира. Мы сейчас работаем по всем возможным направлениям. Это, кстати, особенность экономики Рязанской области. У нас нет какой-то ярко выраженной специализации. Очень развито производство буквально во всех отраслях и сферах. Поэтому мы наращиваем экспорты в промышленности, в сельском хозяйстве. Конечно, есть направления, в которых мы являемся лидерами. Например, это кожевые изделия, это некоторые электротехнические изделия, ну и целый ряд других. Шестой деловой форум «Дни международного бизнеса» стартовал в Рязани 13 сентября. Как отметил Павел Малков, это самое важное экономическое событие региона. Здесь выстраиваются новые международные логистические маршруты, совершенствуются механизмы комплексной поддержки бизнеса при выходе на зарубежные рынки. Всегда для бизнеса перестройка определенные затраты, определенные вложения. Но, с другой стороны, это всегда и новые возможности. И здесь, безусловно, выходя на новый для себя рынок, даже имея тот или иной экспортный опыт, важно грамотно и вовремя воспользоваться теми мерами поддержки, которые существуют. Их сейчас, на самом деле, большое количество. И учитывая региональные, федеральные, это далеко за сотни. И Рязани есть чем похвастать. Город вошел в число 11 пилотных регионов, который внедрил экспортный стандарт 1.0. Сейчас он совершенствуется до 2.0, при том опережающими темпами. Как итог, количество экспортеров выросло вдвое. Более тысячи рязанских предприятий вышло на сотрудничество с Рязанским центром экспорта. К тому же, Рязанская область в числе четырех регионов реализует механизм форсированного выхода на зарубежные рынки. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Поздравляю всех с убедительной победой «Единой России» на прошедших выборах. Партия еще раз подтвердила и упрочила свою ведущую позицию, потому что наши кандидаты шли к людям. Об этом сегодня на президиуме Полицовета регионального отделения партии и власти уже в качестве секретаря заявил Павел Малков. Главным вопросом повестки стал выбор кандидата на место сенатора от Рязанской области. 168 компаний в 20 муниципальных районах. И в каждой безоговорочное преимущество представителей «Единой России». Открыто, конкурентно, а самое главное – в правовом поле. Об этом, поздравляя с победой коллег, говорил секретарь регионального отделения партии и власти Павел Малков. «Очень хороший отзыв получила предвыборная программа партии жителей в городе. Жители активно участвовали в этом проекте, обозначали приоритеты, предлагали свои решения. И вот, конечно, самой масштабной кампанией были выборы в Рязани. В районе фракция нашей партии существенно обновилась и усилилась. Ну а теперь всем нашим коллегам домашние задания, которые надо до каждого обязательно довести. Вспомнить все вопросы, которые задавались на встречах. Вспомнить нашу предвыборную программу. Еще раз перечитать народную программу партии. И начинать работать. Работать каждый день». В районах была зафиксирована весьма высокая явка избирателей на довыборы в Рязанскую областную думу. По итогам кампании в Старожиловском, Ухоловском и Кораблинском районах мандат депутата с результатом почти в 79% получил теперь уже экс-руководитель регионального УФНС Вячеслав Морозов. Его кандидатуру на президиуме партии Павел Малков предложил на место сенатора в Совете Федерации. Члены Политсовета эту инициативу поддержали единогласно. «В первую очередь хочу сказать огромное спасибо жителям Старожиловского, Ухоловского и Кораблинского муниципальных районов за высокооказанное мне доверие. На государственной службе я поработал больше 20 лет, имею большой опыт работы на государственной службе. Поэтому, Николай Иванович, обещаю вам фактически отстаивать интересы Рязанской области. В моей предвыборной кампании был девиз развития и порядок, поэтому на сегодняшний момент я все те обещания и при встрече с избирателями, те обещания, которые давал, и от них предложения, которые поступали, фактически обещаю их на сегодняшний момент исполнить». «Наказы избирателей теперь для «Единой России» – программа действий. Все до одного обязательства нужно исполнить», – заявил Павел Молков. И пообещал за этим следить строго. Министерство образования Рязанской области определило даты проведения итогового сочинения для выпускников 11-х классов. Его будут писать 6 декабря, 7 февраля и 10 апреля. Итоговое сочинение – это главное условие допуска к государственной итоговой аттестации. В некоторых случаях допускается написание итогового изложения вместо сочинения. Такой привилегией могут воспользоваться ученики с ограниченными возможностями здоровья. «Детство без опасности» – это проект от регионального управления ГИБДД. Госавтоинспекторы встретились с будущими родителями в Рязанском областном перинатальном центре. О чем рассказывали мамам и чему учили – далее в сюжете. «Если вы управляете транспортным средством, нужно помнить о том, что руль ни в коем случае не должен доставать до живота. Расстояние между животом и рулем должно быть не менее 10 сантиметров». А лекцию безопасного вождения сотрудники госавтоинспекции сегодня преподают для весьма необычной аудитории – беременных женщин. Такое занятие прошло в Рязанском областном перинатальном центре. Однако при столкновении или резком торможении, даже со скоростью 50 км в час, вес пассажира возрастает приблизительно в 30 раз. Например, если вес ребенка 10 кг, то в момент столкновения он уже будет весить около 300 кг. И уберечь его от резкого удара практически невозможно. Также важно помнить, что нельзя пристегиваться одним ремнем вместе с ребенком. «Будущим мамам сотрудники госавтоинспекции на занятии также рассказали, что необходимо на колясках, санках, детских велосипедиках использовать световозвращающие элементы, чтобы в темное время суток их было хорошо видно на дороге. А также обсудили вопрос, как правильно пересекать проезжую часть, если мамочка гуляет с коляской». Помимо теории – практика. Инспекторы разъяснили будущим родителям, что использование автокресел и удерживающих устройств обязательно, и они помогут сохранить здоровье или даже жизнь ребенку. Поэтому уже первая поездка для малыша из роддома должна быть не на руках у родителей, а в удерживающем устройстве. Инспекторы показали, как именно закрепить детское удерживающее кресло в автомобиле. «В ситуации экстерного торможения перед пешеходным переходом, перед светофором, если ребенок дернется головой, то здесь может быть неприятная ситуация, а дернуться он может. Именно поэтому рекомендуется вот такую автолюрку в первые месяцы жизни ребенка ставить не по ходу движения, вот так, а против хода движения». Чтобы запомнить, нужно попробовать, потому и далее, что называется, самим все пощелкать и ощутить разницу. «Здесь потянули, здесь, здесь, и чтобы сюда вот все ушло. Потому что при резком торможении у нас ремень фиксируется. Если мы где-то его что-то ослабим, соответственно, когда будет тормозить, он вместе с этим ремнем и понятит вперед». Подобная акция проходит в перинатальном центре далеко не в первый раз. Будущим мамам регулярно напоминают о безопасности при перевозке детей. «Здесь самым безопасным способом по-прежнему остается автокресло или схожее детское удерживающее устройство, которое обеспечивает максимальную защиту для ребенка от травм в случае экстренного торможения или ДТП». В Рязанской области, недалеко от деревни Турлатова, сотрудники полиции задержали очередного наркокурьера. В машине жителя Подмосковья обнаружили больше 4 килограммов так называемой синтетики. Предполагается, что товар предназначался для распространения в разных регионах страны. Вот эти пять упаковок с синтетикой 48-летний житель Подмосковья перевозил в запасном колесе своего автомобиля. Товар до заказчиков так и не доехал. На трассе Москва-Челябинск мужчину задержали сотрудники госавтоинспекции. «Согласно результату лабораторного исследования, проведенного в экспертно-криминалистическом центре ОМВД, изъятое вещество является производным энметилофедрона общей массой 4 килограмма 262 грамма. По предварительной информации, задержанный являлся межрегиональным наркокурьером и за денежное вознаграждение занимался доставкой оптовых партий запрещенных веществ. Спрятанный в тайнике криминальный товар предназначался для распространения на территории ряда регионов России, в том числе Рязанской области». В квартире наркокурьера сотрудники полиции обнаружили оставшуюся партию. В ходе обыска изъяли еще порядка 300 граммов той же синтетики и 5 граммов марихуаны. Уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков в особо крупных размерах уже возбудили, а фигуранта заключили под стражу. Ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Кто еще был причастен к незаконному бизнесу, пока выясняют. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». На Рязанской улице вели карантин из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщает газета «Рязанские ведомости». Инфицированное животное нашли в рефрижераторном контейнере на улице Ситниковской в одном из домов. Карантин установили на 14 календарных дней. Напомним, африканская чума свиней – вирусная болезнь, характеризующаяся для животных лихорадкой, покраснением кожи, нарушением координации движений, отказом от корма, рвотой. К заболеванию восприимчивы домашние и дикие свиньи. Вирус этот для человека опасности не представляет. А Рязань ждет два бабьих лета в этом сентябре. Тепло в регионе будет до октября. А затем нас ждет резкое похолодание, которое снова сменится комфортной погодой. Прошла почти половина сентября, а погода не задает теплых позиций. Регионы России наслаждаются солнечными днями без дождей. Не исключение и Рязань. Пока синоптики говорят, что и октябрь выдастся комфортным и сухим. Атмосферный фон в центре России дотягивает до климатической нормы. Но с Поволжья скоро прибудет циклон, принося ветра и изрядную порцию холодного воздуха. Температура в начале октября задержится на отметке плюс 11, плюс 16 градусов. Антициклон снизит ночные температуры до плюс 2, плюс 7. Похолодание будет непродолжительным. Циклон также принесет пасмурную погоду и коротковременные дожди. С 26 сентября по 1 октября. Самые солнечные дни месяца 13, 14, 17 и 21. Ночью тепло и сухо. Температурный фон не падает ниже плюс 8. Резкое ночное похолодание прогнозируется с 1 октября. Уже завтра, 14 сентября или 1 сентября по старому стилю, наступит новолетие или славянский Новый год. Эта дата в православном календаре также считается первым днем Нового церковного года. На Руси этот день был большим праздником со множеством традиций и поверьей. В связи с наступлением осени и Нового года заканчивались многие работы в поле, начинались засидки, то есть работы в избах при огне. Кстати, накануне, то есть сегодня вечером, гасили старый огонь в доме, а ранним утром зажигали новые с особыми приговорами. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова